Принесли обед Гюль Нихаль Бери сначала ты Мне не хочется рыбу Хьюрема, ешь одна Открой рот Теперь глотай Подождем Более странной наложницы Гарем еще не видывал Зачем это все? Кто умирал сегодня ночью? Я или ты? А вдруг я умру, Хьюрем? Меня не жалко тебе? Нет, Гюль Нихаль Мусульманкой ты стала В рай попадешь Не умерла же И я могу поесть Начнем подготовку к радоскому походу с вооружения флота Завтра утром Джилальзаде напишет первое послание Подготовку проводить тайно? Пока так Напомни мне, как называют искусное притворство? Дипломатией А еще политикой Дипломатия Посмотрим, какой придет ответ Это не столь важно Переписка — лишь предлог Для меня военная тактика первостепенна Валиде султан зовет вас к себе, повелитель Валиде султан всегда зовет только по важному делу У тебя какая-то просьба, Валиде? Ты пожелала меня видеть Давно я с тобой не беседовала как с сыном, а не как с султаном Хюрем Хатун в отдельные покои отселили Она довольна? Я навестил ее Комнаты очень хорошие Ты звала меня за этим? Хатидже, мою бедную принцессу, мне так хочется видеть счастливой Она вдовела совсем юной Ей пора снова замуж Ты об этом с Хатидже говорила? Подводила к разговору Но она засмущалась, не стала его поддерживать Но мне показалось, что она бы не возражала Ты ведь знаешь, она не всем свое сердце открывает Хатидже свет моих очей Я желаю ей счастья, хотя, правда сказать, не вижу подходящей партии Сынок, я с тобой согласна И все же нужно поискать И достойный человек найдется Иншалла, Валиде Госпожа моя Валиде хочет выдать меня замуж Кто жених? Тот, кого они с султаном выберут для бедной Хатидже Гюльфэм, больше я это не вынесу Лучше умру, чем за старого Пашу Снова выйду Лучше умру, чем за старого Пашу Лучше умру, чем за старого Пашу Павелитель? Ты что остановился? Там мой брат А вдруг он меня увидел? Гюльфэм, что мне делать? Давай, играй еще Или я прогнал твое вдохновение Государь Ты будто ангела смерти увидел Да не заберу я твою жизнь Да я, повелитель, просто задумался Валиде султан не заболела? Простите мой вопрос Ничего серьезного? У женщин всегда все серьезно У твоей матери было бы то же самое Сейчас ее забота Хатидже Говорит, пора ей замуж Хватит вдоветь такой молодой Аллах да благословит ее Раз ты бросил свою игру Займемся родоской дипломатией Идем Я хочу поздравить тебя с обретением власти Пусть дарует она счастье тебе на долгие годы Я желаю жить с тобой в мире и дружбе Подобно моим предкам Возрадуйся моему дружескому расположению И поздравь меня с победой Я взял Белград, который звался неприступным Я постиг смысл твоего письма, султан Сулейман Покорение Белграда только разожгло в тебе охотничий азарт И теперь твое намерение одерживать и другие победы Твои уверения в дружеском расположении Меня успокоили ровно настолько Насколько они всполошили Куртагло Пират Куртагло, прибыв сюда из Франции, напал на меня И пожелал уничтожить Однако ему это не удалось Не могу выразить всю радость, что ты понял мое письмо Разумеется, Белградом я не ограничусь Я стремлюсь к новым победам Тем паче, что одну из них я в скором времени одержу И пускай у тебя на этот счет не остается сомнений Ты отважный воин, Шахзаде? Я знаю, Ибрагим Вот тебе Мне тяжело не видеть ваше лицо Вот тебе Мустафа, не шуми, ля ла паша у повелителя У вас много других забот Я не могу мешать вам Разве вам не известно, что все мои мысли только одной вами заняты? Позвольте мне хоть раз взглянуть в ваши глаза, моя госпожа Вы так редко дарите мне свою улыбку Я бы рада была дарить ее вам Вы, я думаю, уже слышали Валиде и мой брат собираются устроить мою судьбу Что ж, увидим Будем уповать на лучшее Некоторые сны я хотел бы увидеть вместе с вами Но я не в силах противостоять Воле правителя Ля ла Весной, уходя в поход на Родос Я снова оставлю империю на тебя В Белграде я воевал с легким сердцем Зная, что все в надежных руках Это лучший спохвал, повелитель Я почитаю столь высокое доверие И клянусь, что оправдаю его С вашего позволения, повелитель Со всем уважением, Ля ла Прошу Извинить меня, повелитель, за мою дерзость Говори, Ля ла, слушаю Валиде султан по доброте душевной Подобрала моему сыну хорошую пару Вы в то время были в походе И что же? Мой Батурбей одобрил выбор девушки Это славянская наложница Зовут Хюрем Хюрем? Мой сын влюбился и ждет эту девушку Вот тебе Мустафа Идем Что ты улыбаешься? Давно ты подошла? Довольно давно Кроме Хатидже султан, твои глаза никого не видят? Хюрем Хатун Много себе позволяешь Не суй свой нос куда не следует Сиди и жди дня родов Не выходя из своих покоев Не стоит по коридорам гулять Вредно для здоровья Поняла? Послушай Поостерегись наперед указывать мне Я себе позволяю, что хочу А так же хожу куда хочу К султану не пойдешь У него важный разговор А ты иди отдыхай Успокойся Сегодня не стану говорить повелителю, что я видела Скажу еще Когда-нибудь после Потом Мохидовран права Нужно от нее избавляться А то она избавится от нас Госпожа Вот новые ткани привезли из Дамаска и Египта Посмотрите, что за чудо Взгляните вот на эту Вам подходит такая роскошь Потрогайте На ощупь приятная Но подходит для юных девушек Для Хатидже, например А мне не по возрасту наряжаться в такой цвет Нет в нас не стати такой Ни вашей наружности в Элиде Дае И Хатидже пускай на это взглянет Выйдите отсюда Выйдите отсюда Валиде отвечает Что за союзы ты без моего ведома устраиваешь С каких пор в покое матери ты врываешься без предупреждения По какому праву ты выдаешь замуж мою женщину Это еще что за вздор Ля-Ля Касым все сказал Батурбей сгорает от любви Валиде Только не говори, что ты не знаешь об этом Ля-Ля спросил, возможно ли это устроить Ты был в походе, я ответила Посмотрим Когда мы узнали, что Хюрем ждет ребенка Об этом больше не говорили Хюрем мое сокровище Моя жена, моя госпожа, моя любимая Пускай все знают об этом Ну хорошо Ты любишь Хюрем до безумия Ты еще на пятничной молитве об этом скажи Чтобы узнали всюду Если захочу, то сообщу всем Гюль Нихаль Видела бы ты этого змея Ибрагима Когда он увидел, что я заметила их Побелел, как бумага Потом кровь в лицо бросилась Хюрем, не нужно с ним ругаться Он очень важный человек Он ближе всех к султану Это не так Теперь я к султану ближе всех А он кто такой? Обещай мне Что ты не будешь раздувать эту историю Не могу Если я не буду Ибрагим и Хатидже поженятся Тогда его влияние усилится Нужно этому помешать Этой ночью приведи к султану наложницу Мы давно не видели его улыбку Повинуюсь, выберу лично Можете не беспокоиться, мой господин Мне не нужно, чтобы ты кого-то выбирал, Сюмбюлягэ Я тебе скажу, какую С Хюрем живет одна подруга Крымчанка, ее и доставь Что? Гюль-Нихаль привезти? Я сказал Немедленно Приведи Гюль-Нихаль ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Гюль-Нихаль Сюда Слушай, Нигеркалфа, что тебе? Я за тобой Тебе нужно собраться Пойдем Хюрем спит, Нигеркалфа Я не могу уйти Делай, что тебе говорят Ступай Не могу Я же все объяснила И зачем вообще? Что это ты спрашиваешь? Пойдешь к султану Повелитель тебя ждет ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Повелитель крепости На Родосе Будет куда сложнее Взять, чем в Белграде Наш флот так поработает Что она сомнется Подобно бумаге Османские пушки Нагонят страху Народосских рыцарей Как бы высока Ни была гора Любой ее склон Может стать тропой Великий магистр Будет повержен Так же, как и Хваленая цитадель Повелитель, вам бы отдохнуть Этой ночью Ты будто ангел, Гюль-Нихаль Пусть удача сопутствует тебе Может и ты, как Хюрем Я не буду, как Хюрем Нигеркалфа Когда она узнает Убьет меня Ничего не бойся Сама не заговаривай С Султаном Любезность Стыдливость Изящество Какой уж там отдых, Ибрагим Столько работы Если ты устал, то ступай Я приготовил для вас усладу Если вам что-то будет не по вкусу Я буду за дверью И явлюсь по первому зову Усладу, говоришь? Прелестнейшую гурию Тогда уходи, Ибрагим Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Гюль Нихаль, воды принеси Жарко у меня Гюль Нихаль Субтитры сделал DimaTorzok Гюль Нихаль Гюль Нихаль Субтитры сделал DimaTorzok 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 а он запутался в пуповине. Кто там, мальчик? Кто там? Говори скорее! Кто там? Ты скажешь или нет? Гюль-Нихаль-Хатун! Бегом, Хюрем-Хатун рожает. Можно войти, Повелитель? Да, Ибрагим. Хорошая весть. Хюрем-Хатун рожает. Прекрасно. Одевайся и туда. Дайте мне ребёнка! Это мальчик? Что вы все молчите? Не трогайте моего сына. Только мне можно! Какой хороший, здоровый, крепкий Шехзаде! Значит, это мальчик? Точно мальчик? Кто родился, мальчик? Хвала Аллаху, госпожа у нас родился красивый Шехзаде. А как здоровье? Хюрем-Хатун здорова, только чуть-чуть устала. Кто спрашивает про Хюрем? Шехзаде, вот моя забота. Роды были сложными, госпожа. Малыш запутался в пуповине. Я с трудом спасла нашего Шехзаде. Принесите моего сыночка. Дайте мне. Не нужно сейчас. Унесите моего внука. Подготовьте. Позже принесёте. Моя госпожа. Роды у русской рабыни закончились? Да, у неё сынок. Шехзаде. Я не спрашиваю, кто родился. Оставь меня, уйди немедленно! Мама, где ты? Здесь, Мустафа. Здесь, сыночек мой. Ничего не бойся, я с тобой. Ты мой главный шехзаде. Ты первый наследник. Придёт день, и ты будешь здесь правителем. Мама, я пить хочу. Валиде. Слава Аллаху, пополнился османский род. У тебя сын. Но как они? Роды были сложными, но мальчик, хвала Всевышнему, вполне здоров. Сулейман, где же ты, где же ты был? Я звала тебя, но ты не услышал. Я осталась одна. Я с тобой, видишь, я пришёл. Мне его не дали. Мы его сыночка унесли. Это так надо его прятать? Валиде сказала, он здоров. Валиде сразу его забрала. Я даже не ощутила запах своего сыночка. Валиде, в чём дело? Сейчас же идите за моим внуком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова